и поставщик средств индивидуальной защиты, спецобуви, спецодежды. Вот сегодня весь наш первый весенний эфир будет посвящен важной и интересной теме. Мы сегодня рассмотрим один из самых успешных коллекций Востоксервис, коллекция Уран. Рассмотрим со всех сторон, углубимся во все детали, почему же она достигла таких высот и уже на протяжении нескольких сезонов является одним из флагманов компании. А вот на эти вопросы сегодня ответит эксперт компании Востоксервис Евгения Бахаева, эксперт по спецодежде группы компании Востоксервис. Жень, здравствуй. Привет. Наконец-то мы с тобой увиделись. Во-первых, с весной тебя поздравляю. Сегодня в Московской регионе замечательная погода с прошедшим международным женским днем. И вас все, уважаемые наши зрители, тоже. Можно в чате написать поздравление сразу, немножко радости в наш чат. Но все же спросим у Жени. Жень, коллекция Уран. Даже я, человек, не работающий в определенной сфере, слышал об этом, знаю о ней. Можешь ли ты рассказать, в чем ее секрет? Могу, да. Как раз хотела сказать, что мы сегодня с тобой будем говорить о капсулах, о классике и об успехе, естественно. Что ты имеешь в виду капсулы? Давай, поясни нам. Значит, смотри, Уран – это коллекция, которая у нас в компании существует и продается на протяжении, ну, как минимум лет пяти. За это время были какие-то трансформации, но, тем не менее, основной посыл – это такой, что на сегодняшний день Уран является флагманской коллекцией, которая включает в себя как минимум три цветовых решения для мужчин, для женщин. И что я имею в виду под словом капсула? То есть, коллекция Уран, да, сегодня мы про лето говорим. Понятно, что у нас есть еще варианты для демисезона, это утепленная одежда в том числе, это обувь, это головные уборы. То есть, вот это все те предметы, из которых можно составить полноценный образ. Давайте сразу так, сразу, чтобы в образе люди нас понимали, с нами сегодня три наших гостя – это Данила, Богдан и Илья. Вот сегодня представляют все коллекции, вот они машут вам рукой, улыбаются в кадре. Вот, ну, ребята, на самом деле, до эфир мы тоже одели, я понимаю, что они очень комфортно себя чувствовали изначально, да? Скажи, пожалуйста, давай я тебя поспрашиваю, а потом ты скажешь. Вот сейчас мы видим коллекцию одежды на ребятах, это идентичная коллекция, только цвета отличаются? Да, это три разных цвета в коллекции Уран, то есть сюда входит головной убор, кепки, сюда входит комплект одежды, причем здесь есть и куртки, есть брюки, полукомбинезоны, есть даже халаты рабочие, вот много чего еще интересного. И обувь тоже у нас относится к коллекции Уран и, собственно, дополняет вот эту капсулу, о которой мы говорим. Скажи, если компании какие-то хотят для себя, индивидуально какие-то логотипы могут нанести? Легко. Легко, да, то есть мы показываем базу, а дальше каждая компания уже под себя определяет, что кому и как нужно. Друзья, смотрите, сделаем так, если есть какие-то вопросы, прямо сейчас можете задавать, этот цвет называется серый, который мы видим в своих экранах, да? Такой синий и красный, три базовых цвета, правильно? Дальше уже будете придумывать. Ну, по поводу светоотражателей, по поводу как сконструировано, мы сейчас рассмотрим на фоне одного из костюмов, одного из цветов. Ребят, попросим переодеться в другую одежду, чтобы потом ее рассмотреть. Жень, какой цвет оставим? Давай оставим красный, потому что он самый яркий, самый интересный и самый новый по сравнению с другими цветами. Ага, Данил, ты победил. Илья Ваддан, спасибо большое, ждем вас в новых образах. Ну что, уважаемые друзья, давайте тогда рассмотрим сейчас, будут вопросы, сразу пишите, мы пойдем прям постепенно по всем деталям и по всем тонкостям. Жень, давай. Да, коллекцию уран в первую очередь отличает исключительно эргономика. Для спецодежды, на самом деле, вот пять лет назад это было нечто новое и продолжает оставаться новым, несмотря на такие вот уже изменения самого рынка спецодежды. Что в эргономике интересного? Человек работает на протяжении как минимум восьмичасового рабочего дня. Нужно, чтобы было постоянно удобно находиться в рабочем костюме и еще при этом двигаться, совершать какие-то манипуляции. Соответственно, здесь у нас на первый план выходит удобство. Удобство у нас, например, если пойдем с куртки, да, начнем, у нас достигается за счет нескольких решений. Во-первых, это эластичные вставки на локте, что позволяет сгибать руку. То есть сам рукав на куртке не широкий. И вот эта вот эргономичная вставка в области локтя, она позволяет спокойно совершенно сгибать руку, при этом является такой некой усилительной вставкой, да, которая не подвергается практически стиранию. То есть это некая другая вставка из ткани, прям другая, да? Да, да. Так, интересно. Плюс, что здесь у нас есть? Такие вот интересные, отличительные для коллекции уран стропы, да, полосы со светоотражающей лентой, которые как габариты отличают и выделяют фигуру в условиях плохой освещенности. А, то есть это плюс к безопасности? Это безопасность. Безопасность, совершенно верно. Да. Так. Дальше посмотрим на спинку модели, да, здесь вот есть тоже у нас такие интересные функциональные вставки эластичные, тоже как раз таки из усиленной эластичной ткани. Она содержит спандек в составе, тоже позволяет тянуться. Здесь вот эта часть уже отвечает за отведение при введении рук. То есть мы можем вверх руки вперед вытянуть далеко. Да не удавай. И это будет очень удобно. Сейчас мы посмотрим. А вверх руки? Просто интересно, да, насколько. Я так понимаю, что, конечно, мы выбираем размер в размер, но объемы руки, да, тоже у всех разные. И вот именно за счет тянущейся ничего не сковывает движение, когда ты работаешь. Да, вот эта эргономика, сама вот эта конструкция, да, она позволяет нам сделать изделия не мешковатыми, все-таки более-менее по фигуре. Плюс свободными тоже модели спецодежды быть не должны, поскольку это все-таки затрудняет не только движение, но еще и может, допустим, если какое-то производство с механизмами, там, с различными станками и так далее, вот висящие, висящие болтающие части одежды, их может в механизмы засасывать. Это тоже не есть хорошо, поэтому здесь вот все так лаконично довольно-таки. Жень, можно, так как вопрос появился, сразу тогда как раз мы к размерам подошли, ребят, спрошу. Сейчас, Данил, у тебя какой размер? L. L, да? L-2. Комфортно сидит, да? Отлично. Вот это 52 размер. Вообще спрашивают, широкий ряд большой или, например, есть ли большие размеры? Есть, есть нестандартные размеры, то есть мы предусматриваем коллекция уран, это вообще максимально широкая линейка, да, по размерам и растам, нужно смотреть конкретно по цветам и подбирать под человека. Хорошо, спасибо за вопрос, можете задавать, будем отвечать на них, так. Посмотрим, так, мы раскрыли только что куртку, да, ну, понятно, здесь определенные карманы на молнии, тоже мы это все видим, хорошая классика. Что у нас внутри? Или давай посмотрим, да, уже комбинезон. Да, да, можно смотреть, то есть по куртке-то, в общем, все понятно, нет лишних деталей, все только совершенно нужное и необходимое. Спереди у нас 4 кармана, все на молнии, то есть никакие предметы не выскальзывают во время работы, не теряются. Фурнитура вся надежная, функциональная, то есть в течение двух лет совершенно спокойно она работает, костюмы можно стирать, можно химчистить, на функциональность костюма это не повлияет никаким образом. Вот это тоже важные моменты, да, то есть мы стираем без потери качества, цвета, да, и усадки какой-то. Да, да, самое главное это соблюдать наши рекомендации, которые на вшивных ярлыках у нас расположены. А, вот здесь все есть, не переживайте. Здесь размерный ряд, а здесь внутри будут дополнительно все рекомендации по эксплуатации. Хорошо, так, с этим понятно. Ну, выглядит она, конечно, еще просто стильно, мне вот это нравится, функционально она-то здорово, но когда ты чувствуешь себя очень стильно с этим стоечкой-воротничком, прям, да? Немножко спортивно. Немножко спортивно, здорово. Так, посмотрим на комбинезон. Да, комбинезон это очень распространенный предмет спецодежды. Здесь, в общем-то, все, что нужно, тоже есть. Здесь есть множество карманов, которые имеют застежку, не имеют застежку, то есть как бы для всего абсолютно. Есть карманы для инструментов, да, вот с этой стороны можно хоть молотки, хоть отвертки, хоть что хочешь убирать. Есть на коленях также усиливающие вставки, вот эти, если ты потрогаешь ткань, то есть это прямо, да. Это не такая, которая на локте была. Нет, это другая, да. Да, и такие же вставки по низу брюк, которые препятствуют истиранию, то есть когда мы ходим, все равно происходит трение, да, друг от друга, и поэтому там часто бывают такие моменты неловкие, что обычная одежда протирается. Вот здесь такого однозначно не будет. Да, право. Вот, и, соответственно, наколенник у нас тоже непростой, да, то есть вот эта часть сделана из усиливающей ткани, а вот эта часть снова стретчевая вставка. Для чего? Потому что при сгибании ноги, вот это место тянется, и тоже дает определенную эргономику. Да, потому что когда вот так вот сидишь в брюках, очень часто здесь и пережимаются, и натягиваются, да, этот стретч дает возможности больше провести в таком положении, а значит увеличит работоспособность. Хорошо, касательно пояса что-нибудь скажешь, насколько вот он может немножко расшириться, что там резинка или что есть? Поскольку спецодежда у нас выпускается в спаренных размерах роста, то, соответственно, мы должны учесть некий такой разброс, да, в объеме фигуры, чтобы подходило, ну, как минимум на два размера точно. Соответственно, обязательно стретчевые элементы по поясу, бретели тоже, обратим внимание, регулируются, то есть здесь есть такая вот пластичная лента. Да, смотри, как удобно. Регулируются они спереди тоже, да, путем таких вот карабинов. Ну, понятно, подтягиваются под себя. Да, подтягиваются бретели под себя. Есть вопрос, какие защитные свойства есть у урана и есть ли? Конечно. Вся спецодежда имеет защитные свойства. В данном случае у нас защитные свойства – это от механических воздействий и стирания и общих производственных загрязнений. Ткань имеет отделку МВО, но про ткань мы поговорим дополнительно отдельно, потому что это очень интересный момент. Причем, друзья мои, сделаю маленький спойлер, как сейчас принято говорить. Мы действительно познакомимся с самой структурой и типом ткани, у нас будет еще один эксперт, и мы посмотрим, я же сказал, сегодня досконально изучим такой популярный, современный, классный, классную коллекцию одежды урана. Поэтому ждите, буквально через несколько минут уже познакомимся с этим. Так, хорошо, значит, на два размерных ряда сразу, да, все удобно подтягивается здесь на резиночках, ничего не сковывает движение. Это выглядит стильно, это красиво, это комфортно. Она спрашивает примерно, какой срок, гарантийный срок носки, два года? Нет такого понятия, как гарантийный срок носки. Есть понятие гарантийный срок хранения одежды, он составляет пять лет. Это присутствует в декларациях наших, на маркировке и так далее. То, как будет эксплуатироваться одежда, это уже не совсем от нас зависит, поэтому гарантийного срока, как там в бытовой технике, нет. Потому что все-таки спецодежда продукт сложный, и в зависимости от тех условий, куда мы предлагаем одежду, поставляем, то есть наши менеджеры прежде всего должны качественно подобрать правильно одежду и рекомендовать, да, определенные защитные свойства, естественно. Скажи, пожалуйста, мы рассматриваем сейчас в преддверии теплого летнего сезона коллекцию, которая идеально подойдет для работы на улице, правильно? Да. Да, для работы на улице. Ну, а если вы в помещении, то, в принципе, в межсезонье и в любой сезон, пожалуйста, используйте коллекцию Уран. Да, давай еще вот мы перед тем, как к штанам придем, еще головной убор осмотрим тоже, да, он тоже из ткани правильный, нужный, да, тоже подстраивается под любой объем головы, но мне очень нравится, что сразу кепка. Мы, знаешь, в детстве у нас кепки были прямые, в детстве вот так вот ее погнешь специально, чтобы она была такой формы, потому что считалось не круто раньше. А вот вы сразу делаете, и это выглядит реально очень стильно. Это называется формовка. Формовка, хорошо, да. То есть кепка у нас тоже, на самом деле, не классической конструкции, потому что, как правило, выпускают на рынок шестиклинки, да, то есть это прям такая классика-классика. У нас здесь конструкция нестандартная, есть регулировки, есть, опять-таки, защитные элементы световозвращающие, и даже вентиляционные отверстия в виде люверсов, чтобы голове не было жарко во время работы. Здорово, что, казалось бы, мелочи, казалось бы, ну, что там, да, а вот в этих мелочах и проявляется качество. Именно поэтому на протяжении уже, там, наверное, пяти сезонов это является абсолютно флагманской моделью, любима, ну, разными причем странами, не только во всей нашей большой замечательной стране. Если какие-то у вас есть дополнительные вопросы, мы сейчас рассмотрим другую форму штанов, да, это будет неким мини-зоном, просто будут брюки, брюки, брюки будут. У вас, если будут индивидуальные вопросы, не забывайте, есть наши чаты, есть сайт, на котором можно написать свой вопрос, позвонить или зайти в один из, ну, там, 280 фирменных магазинов по всей нашей стране, и уже более детально проработать вопрос, что нужно вам, что нужно вашим сотрудникам для того, чтобы обеспечить качество работы, безопасность, комфорт работы, тем самым увеличить, естественно, производительность, ну, и вообще приятное настроение ваших сотрудников на работе. Итак, это коллекция Уран. Посмотрели? Ну что, вернем, пойдем тогда к брюкам? Да. Брюкам. Данил, спасибо, тебя пока отпускаем, и перейдем к рассмотрению брюк. Какие здесь конструктивные особенности? Сейчас я тебе и всем зрителям наглядно продемонстрирую, что отличает премиальную линейку спецодержки, да? То есть, эта эргономика, про которую мы с тобой начинали говорить вначале, здесь также очень хорошо реализована. Каким образом? Посмотри, если мы разложим брюки специально, да, разложила здесь на столе. Вот линия бокового шва. В обычных классических брюках она прямая. Что у нас происходит здесь? У нас от колена уводится эта линия шва назад, на заднюю половинку. Для чего? То есть, не получилось у вас прямую сделать, да? К сожалению. Намеренно сделать. А, намеренно все-таки. Давай-то разбираться, почему. Для чего? Для эргономики. Потому что вот она получается, эргономика колена, да, вот по этой дуге описывается, идет. Это сразу дает удобство носке. Сразу. Слушай, это так логично? А почему в моих брюках такого нету, а? Вот как в повседневном? Видите, сколько нюансов. Поэтому работать становится гораздо удобнее и приятнее. Осталось только жить еще, чтобы было нам комфортнее, понимаешь? Так. То есть, в этой модели совершенно спокойно можно хоть ползать на коленках, и это будет удобно. А чтобы ползать на коленках и не травмировать сустав, мы можем еще вот сюда вставить специальный амортизационный вкладыш. То есть, это карман. Скажи, эта опция существует только в брюках или в комбинезоне тоже была? В полукомбинезонах, а в комбинезоне тоже, да. А, как интересно. То есть, это уже по желанию, в зависимости от качества работы, которую вы выполняете, да, можно встать дополнительно? Да. Ну, ведь тоже удобно, здорово. Дальше смотрим, да, про премиальный продукт разговариваем. Вот обязательно такие вот моменты, да, брендирование у нас идет, чтобы не спутать ни с чем с аналогами, которых, кстати говоря, за последнее время очень много получилось, но на рынке образовалось. Но, тем не менее, до уранов, до наших не дотягивает пока никто. Ты имеешь в виду, как бы они визуально похожи на ураны? Похожи, да, но по факту нет. Да, это проблема. Ну, и еще одна фишка, на которой хотелось бы сегодня остановиться, это пояс брюк, он совершенно уникальный. Он сделан, то есть, вся задняя часть сделана из стретчевой кордуры, которая тянется и дает оптимальную посадку по фигуре. Поскольку фигуры у нас у всех разные, у кого-то там живот чуть больше, у которых там на спине прогиб и так далее. Вот эта стретчевость и растяжимость, она дает прямо оптимальную посадку, и при этом при приседе тоже в положении сидя ничего не сваливается с человека. Ну, плюс, конечно, есть возможность отрегулировать все ремнем поясным через шлевки. Здорово, он такой широкий еще. Может быть, это и не совсем поддержка будет, но когда широкий пояс, ты чувствуешь себя гораздо комфортнее. Он примерно как бандаж, да? Да, как бандаж. Так, ну понятно, что все преимущества многочисленных карманов здесь есть, потому что дальше будете разбираться. Это премиальный сегмент. Вот и еще раз обращаем внимание, да, почему Уран? Помимо того, что возможность все это забрать себе по, кстати говоря, как мне кажется, очень достойной цене, вы получаете беспрецедентное качество, которое обеспечивает группа компаний «Востоксервис». Поэтому Уран невероятно ценится многими-многими сотрудниками разных сфер деятельности. Хорошо. Рассмотрели, значит, эту коллекцию. Разные цвета вы видели в начале у нас и синий, серый, вот такой вот красный, относительно новый цвет. Но будем ли мы углубляться еще все-таки, да? Что за ткани? Почему получается такая износостойкость? Из-за чего? Обязательно будем разговаривать про материалы. То есть Уран у нас это коллекция, состоящая из трех типов материалов. Основная ткань, да, вот это вот цвета, те самые цвета, которые мы вначале смотрели. Стрейчевая ткань, которая за эргономику отвечает. И усилительная ткань, которая отвечает за износостойкость. Вот по последним двум понятно. Хочется особенно остановиться на основной ткани, потому что, ну, от нее зависит, собственно, весь срок эксплуатации костюма, да, про который вопросы задавали. От нее зависят защитные свойства, поскольку все-таки спецодежда должна быть защитной и выполнять определенные функции. Вот. И здесь очень долгий путь с точки зрения сырья мы проделали. То есть много чего испытывали в собственных лабораториях и в независимых лабораториях. С многими поставщиками общались и остановили выбор на одном материале, который сейчас лежит в основе нашей коллекции. Прежде чем ты представишь нас экспертами, и мы сейчас погрузимся как раз в эту информацию. Вопрос такой есть. Правильно. Мы увидели трех мужчин. Понятно, что весна, а все женщины мы, конечно, поздравляем. Но сколько сотрудников женщин, у нас, которым тоже необходима такая коллекция Урана. Скажи, представлена ли коллекция для женских вариантов? Обязательно. Есть, да? Да. То есть линейку Урана мы можем, в принципе, закрыть потребности любого предприятия, как по гендерной принадлежности, мужские и женские линейки есть, так и по сезонности. Чудесно. Вообще, вот теперь тогда полный спектр, тогда смело можем погружаться уже в качество материалов. Итак, летняя линейка Урана сделана из ткани Лабор, которую нам поставляет компания Стэнком. И с компанией Стэнком мы работаем, наверное, пусть не долгий период времени, но зато очень успешно и по многим моментам также с ними работаем, не только по ткани Лабор. Я бы хотела сейчас пригласить в студию Надежду Скопинцеву, которая как раз является таким экспертом по тканям, и она как раз расскажет нам, чем же хороша ткань основная в линейке Урана, и что от нее ждать, какие преимущества и так далее. Не будем сдерживать себя, конечно, позовем Надежду. Спасибо большое, Женя, мы с тобой еще обязательно поговорим. Встречайте Надежду Скопинцева. Добрый день. Здравствуйте. 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 Так ли все говорила Евгения, и как вы можете усилить мое и зрительское впечатление об этом костюме, об его главных качественных свойствах? Во-первых, я хочу выразить огромную благодарность компании Востоксервис за то, что они дали нам возможность поработать с коллекцией Уран. Это на самом деле большая ответственность, потому что действительно флагманская коллекция предполагает высокие требования к костюму, к его эргономичности и к износу стойким свойствам самой ткани. Действительно, костюмы носят год-два, и в течение этого времени ткань не должна линять, садиться, на ней не должны образовываться катушки. Из-за чего это все сохраняется в прежнем виде, в котором изначально было в новом изделии? Исключительно из сырья, из которого произведена ткань, и из технологий, которые были применены для производства этой ткани. Пожалуйста, следующий слайд на моей презентации, чтобы нам было проще сложить весь пазл в этой картине. Итак, первое – это, безусловно, хлопок. Он должен быть длинноволокнистым. Мы работаем с пакистанской фабрикой, и поэтому это пакистанский хлопок – одно из тех мест, где хлопок действительно взял свои истоки. Первичный полиэфир и, соответственно, оптимальный состав смесовой ткани – 65% полиэфира и 35% хлопка. Что это дает? Хлопок включает в себя комфорт в носке своим свойствам гигроскопичности, впитывания влаги. В нем дышится легче человеку. А полиэфир дает прочностные характеристики. И когда это сочетание составов ткани именно такое – 65 на 35, мы получаем оптимальный состав. Следующий момент – из чего, на каких машинах делается пряжа, из чего придется днить хлопка. Используется кольцевой тип машин, кольцевая пряжа. Она использует только длинноволокнистый хлопок. Структура становится комфортная, эластичная, мягкая. Эта пряжа лучше впитывает влагу. То есть далее ткань будет с лучшей воздухопроницаемостью. Следующий процесс, который важен для конечного результата – это процесс опаливания. Что это такое? Когда ткань произведена, на ней есть небольшие ворсинки. И если их не убрать, то в процессе носки будут возникать катушки на одежде. И это портит внешний вид. А когда ткань проходит между двумя горячими валами, происходит ее опаливание, эти ворсинки прижимаются. И ворсистости нет, катушков не будет в процессе носки. Следующий момент – это процесс санфоризации. Это процесс механической усадки. То есть ткань как будто бы проходит через баню, через водяную баню. Когда ее вначале, благодаря резиновым валам, сужают, потом расширяют. А дальше она проходит процесс сушки. И когда этот процесс пройден, мы на выходе получаем ткань. Впоследствии, в процессе стирок и сушек готового изделия, она не будет усаживаться более чем на 3%. То есть никогда мы не получим готовое изделие, которое сильно сядет. 3% – это очень небольшой размер усадки. И, соответственно, когда мы имеем весь этот набор и качественного сырья, и необходимых технологических процессов, которые были учтены в производстве, мы получаем высокие показатели физико-механические – это разрыв и раздир – в полтора раза выше, чем норматив ГОСТа. Обалдеть. И стираемость – это тоже показатель, который на 50% выше, чем норматив. То есть мы получаем ткань, которая будет выдерживать высокие физико-механические нагрузки в течение длительного срока. И она будет сохранять свою форму и свой внешний вид на длительном процессе носки. Пожалуйста, следующий слайд. На нем мы будем разговаривать про масло-водоотталкивающую отделку. Да, спасибо большое. На всех костюмах Уран нанесена отделка масло-водоотталкивания. Что это обозначает? Мы уже один раз проводили с Андреем этот эксперимент, показывали в нашем стриме, когда наливали капельку воды, и она каталась, не проникая вглубь ткани. То есть отделка, которая здесь указана схематически, как фторуглеродные группы, нанесенные на поверхность ткани. У нее есть некие веточки, которые не пропускают молекулы воды, масла, нефти, но при этом дают возможность выходить в пару из-под одежного пространства. И именно они мешают костюму загрязняться и впитываться грязи внутрь ткани. То есть мы воду можем легко стряхнуть, точно так же сойдут масляные пятна. Что интересно? Многие думают, что если нанесена такая отделка, то нельзя гладить, ты испортишь эту отделку. Совсем нет, даже наоборот. Обязательно костюмы нужно стирать и обязательно их нужно гладить, потому что эти ворсинки, они поднимаются, и у них как будто просыпается вторая жизнь. И показатели по масловодоталкиванию, они становятся даже лучше, чем в исходном варианте. Невероятно, потому что это был следующий мой вопрос. Я даже боялся тебе задать, думаю, не подставлять что-то. Потому что вот это все отделка, мы понимаем, новое купил, недельку походил, дальше постера погладил, все пропало. И мы как-то принимаем это, ну вот такие условия. А нет, говорят, стирайте, гладьте, это только усиливает этот эффект. Раз не здорово. Ну вот, вот почему это премиум, и вот почему это флагман коллекции одежды Востоксервис. Уран, запоминайте. И погружаемся в исследование дальше. Следующий, пожалуйста, слайд. На ней мы расскажем о еще одной нашей отделке, которая называется легкий уход. Эта отделка позволяет после стирки изделия просто повесить в расправном состоянии, и оно не будет сминаться. То есть не будет на них каких-то заминов, которые будут плохо влиять на внешний вид. То есть эта отделка, она, если все-таки захочется прогладить, будет на это время, она позволит легче избавиться от всех неровностей и получить идеальный вид костюма. Особо отмечаем. Пожалуйста, стирайте. Пожалуйста, стирайте костюмы при 60 градусах. Будьте чистыми, опрятными. Это вернет внешний вид изделию. Но не превышайте температуру стирки. Соответственно, мы, безусловно, такие красивые и красочные костюмы не можем отбеливать. Это любое... Это правило текстиля, да. Соответственно, мы можем химчистить, мы можем утюжить. И очень хочется показать вам бирочку лабор, которая будет находиться на каждом изделии уран. И она дополнительно вам покажет, что изделие это уникальное, именно оригинальное, то, которое вы хотели приобрести. На ней указаны условия стирки и возможные виды отделок. Сейчас мы сфокусируемся. Подожди немножко. Может, подальше немножко отойдем. Вот состав. Все видно. Хорошо, спасибо. Эту маленькую подсказочку можно сейчас сохранять себе. Да. Если что-то, вновь к ней возвращаться. Уход возможен. Несминаемая отделка на ткани. Сколько небольших бонусов, которые поначалу кажется, ну ладно, я там проглажу, повешу. А вот в идеале, когда вы год-два пользуетесь, здорово же, что повесил. Не надо гладить просто, и она уже в опрятном виде. Замечательно. Еще один маленький нюанс, о котором хотелось бы сказать. Мы знаем множество брендов, которые имеют сейчас производство в нескольких точках мира. Это связано со многими факторами. Но на каждом производстве есть свое оборудование, используется разное сырье. Человеческий фактор играет первостепенную роль. И поэтому от партии к партии у этих брендов может отличаться качество ткани. Когда мы говорим про ткань лабор, то мы говорим о единственном производителе, который находится в Пакистане. Это одни и те же руки, это одно и то же оборудование. Это одна и та же высокая ответственность и огромный колоссальный опыт. Поэтому постоянство качества ткани, оно присутствует в тканей лабор всегда. Здорово. Я очень вдохновлен. Спасибо тебе большое. Надежда Скопинцева с нами сегодня была. Руководитель отдела продаж ткани для спецодежды компании Стенком, надежного партнера группы компании Востоксервис. Вот сколько нюансов, вот сколько тонкостей. В них нужно погружаться, особенно ответственным работодателям, чтобы выбирать для своих сотрудников только лучшие. Ну или же можно просто довериться группе компании Востоксервис и сильно не разбираться. Просто брать флагманы и быть уверенным, что на протяжении нескольких лет ваши работники будут чувствовать себя превосходно. Защищенно, комфортно, безопасно. Повышать трудовую деятельность. Ну и вообще здоровье нации будет сохраняться. Ну что ж, Евгений Бахаева вновь берет бразды правления в свои руки. Коллекцию Уран продолжаем рассматривать, потому что в коллекции помимо... Давай еще раз. Головной убор, куртка, брюки или полукомбинезоны, обувь. Обувь тоже имеет защитные свойства, определенные сегменты и так далее. Что еще есть? Что еще можно посмотреть? Еще халаты, еще комбинезоны. Комбинезоны, то есть целиком. Ага, целиковые. Это касаемо про лето. Есть утепленные жилеты, есть полноценно утепленные костюмы, да, на разные климатические пояса рассчитанные. И есть еще ветровки, про которые в свете того, что сейчас весна, да, это актуально очень на сегодняшний день. Поэтому поговорим о ветровках. Отлично, отлично. Илья и Богдан выходят к нам. На их примере как раз мы сейчас и рассмотрим эти ветровки. Возьмем уже два других цвета. Это синий и вот такой приятный графитовый оттенок, серый. Ну что, давай знакомиться тогда с ветровками. Ветровки, да, продукт совершенно универсальный. Почему? Потому что можно использовать как для работы, так и для повседневной носки. Где у нас только ветровки эти не были, в каких там только горах и областях, регионах России они не испытывались у нас. Что здесь самое интересное? Во-первых, они исключительно легкие, потому что вес основной ткани всего 75 грамм. Вес основной ткани, в смысле, в всей ветровке? Нет, 75 грамм это показатель ткани в расчете на один квадратный метр. Ага, понятно. Довольно-таки износостойкая. И плюс еще в ткани есть структура рипстоп. Это такая вот мелкая клеточка с помощью утолщенных нитей. Дополнительно получаются вот эти прочностные высокие показатели. То есть мы эту ветровку можем спокойненько сложить в маленький мешочек, убрать с собой хотя бы даже в дамскую сумку. Давай так, ветровка. Значит ветер не страшен. Не страшен. Осадки? Не страшны, поскольку внутри есть мембрана. Данный материал является мембранным. То есть с внутренней стороны идет дублирование таким микропористым материалом. Через него отлично выводится наружу лишняя влага, тепло. В общем все, что в пододежном пространстве создает дискомфорт. И соответственно снаружи через мембрану не проникают любые осадки. Будь то вода, капли воды. Будь то снег, мокрый снег и так далее. Слушай, я хочу себе такую. Просто я хочу себе такую. Она очень стильно выглядит. Два цвета в наличии выбирали вы, пожалуйста. Я сейчас это сделаю. Кстати говоря, идеальный подбор на сайте тоже можно подобрать. И замечательные формы для подбора себе размерного ряда. Все это возможно. Нужно только захотеть. Так, относительно каких-то функциональных моментов кармана. Я смотрю тоже на молнии, да, они все. Карманы на молнии, вся фурнитура влагостойкая. То есть... Это тоже закрыто здесь. Видишь, да? Я не вижу здесь молнию. Вот она как закрыта. Да. Она плоская, она влагостойкая. То есть вот то, что вот здесь ты зубчиков не видишь, это говорит о влагостойкости. Вот, соответственно, изделие выдерживает до 7 паскалей. Это водяное давление, то есть что соответствует второму классу одежды защиты от воды. И при этом характеристики мембраны здесь паропроницаемость 15 тысяч. То есть это, если говорим, например, о спорте, то там нормой считается 5-10. У нас 15. Да ты что! Серьезно? Да. А потому что спорт у нас все-таки, знаешь, такая высокая достаточно планка. 5-10, а здесь 15 тысяч. Вот это да. Это я понимаю. Что у нас внутри? Внутри у нас идет легкая, тончайшая сетка. Таких тоже ярких цветов. И, соответственно, допустим, если мы заходим вдруг в помещение, в мембранных материалах чаще всего становится жарко. На этот случай мы предусмотрели различного рода дополнительные вентиляционные решения. Например, такие вот отверстия, люверсы в подмышечных впадинах. Ага. Так. Так. И сзади под планочкой тоже есть вентиляционные щели, которые делают носку комфортной практически в любом месте. Светоотражатель тоже я сразу вижу. Да, это фирменная такая идентификатор коллекции урана, можно так сказать. И симпатично, и безопасно. И функционально, да. Я смотрю, по длине защищает все жизненно важные органы. Тоже немаловажно. Потому что, когда она под пояс идет, это часто и некомфортно просто. А здесь все закрыто, все аккуратно. Можно. То есть, это ветровка как под полукомбинезон, да, под брюки, в общем, под что угодно. Да, ну, то есть, вы сами можете тут оценить, насколько они по цвету сочетаются, да. То есть, это относится к понятию капсула. Если, допустим, мы понимаем, что у нас есть ряд работ на предприятии, которые производятся на открытом воздухе, то, соответственно, очень рекомендуем в комплект приобретать ветровку. Ну, и я вообще считаю, что в гардеробе каждого настоящего мужчины должна быть такая ветровка в арсенале. Хорошо. Ну, я с тобой согласен, буду делать вывод. Тем более сейчас и весна, и лето, ветровка как бы необходима всегда в единый стилистике смотрится в коллекцию Уран. Дальше добавляйте в свою коллекцию все, что хотите. Да, Евгения только что ее назвала, можно все познакомиться на сайте. Спрашивают, жилетки есть? Да, утепленные жилеты есть. Утепленные жилетки есть, да. Летних нет, ребята, летних. Вот варианты это ветровки. Так, не задувает ли ветер в подмышечной щели остальные вентиляционные отверстия? Нет. Не задувает? Не задувает. Ну, правда, а как, друзья мои? Во-первых, они закрыты. И, во-вторых, тут как бы обратная ситуация. Воздух оттуда выходит, да, для комфорта, а вот туда не задувает. Вот, наверное, так вот как-то конструктивно сделано. Ну что, слушайте, хорошие вопросы у вас задавайте, если что. В любом случае, и называйте сердечки нам ставить, тоже нам очень приятно. Уже 228 сердечек поставлены. Давайте, замечательная сторона, ставьте. Это такой обратный какой-то ответ от вас нам, все ли идет правильно. Ну что, Жень, посмотрели? Да. Что еще хотим посмотреть или отметить? В принципе, все? В принципе, все. В принципе, все. Из актуального. Из актуального. Теперь не актуальное пойдет. Данил, возвращайся к нам тогда, посмотрим еще коррекцию. Это вот не ветровка, да, вот с этого мы начали. Вот основа, в котором будете работать постоянно, наружу или внутри. Летние варианты коллекции Уран сегодня представляем в трех различных цветовых решениях. Красный, глубокий синий или такой серый графитовый оттенок. Везде есть некие фирменные вставки по поводу светоотражателей, по поводу приятных таких зеленых, таких салатовых ярких оттенков. Обувь, не забывайте, тоже в коллекции Уран присутствует. Различная тоже. Различная. Не одна модель. Не одна модель, разные модели есть. Как женские варианты, так и мужские полные комплекты в обязательном порядке, естественно, есть. Их тоже можно выбрать. Обратиться к специалистам, позвонить в колл-центр, зайти в один из 280 фирменных магазинов по всей нашей стране. Сделать этот шаг. Размерная линейка большая, мы с этим тоже познакомились. Все нюансы по материалам, как за ними ухаживать, сколько они нам прослужат. Линяют ли они? Не линяют. Окрашивается? Уходит ли краска? Тоже такого нету. Можно ли гладить? Нельзя. Мы все ответили на все эти вопросы в прямом эфире. Этим и цены прямые эфиры, где мы детально обсуждаем определенные коллекции. Вот сегодня флагманская коллекция. Ура! Будут еще стримы весенней серии. Об этом вы можете узнать в разделе новости на сайте группы компании Востоксервис. Обязательно познакомим вас с новыми коллекциями, с новыми решениями, с новыми идеями. Ну, а вот эта коллекция сегодня была представлена Евгением Бахаевой и Надеждой Скопинцевой. Ну, и мной Андреем Лобачевским. Вот, Жень, по-моему, хорошо получилось. Хорошо получилось. Хороший первый весенний стрим. Ровно 39 минут. Ребята, благодарю вас за то, что вы были с нами. Будут какие-то вопросы, можете сделать еще какие-то писать или звонить. На все ответим, на все, обо всем расскажем. Ну что ж, коллекция Уран. Спасибо, что были с нами. Обо всем можете еще посмотреть конкретно или указать, что вам интересно, потому что наверху в карточках товаров можно прочитать дополнительную информацию. Спасибо большое. Всего вам доброго. Хорошей вам весны. Коллекция Уран в прямом эфире группы компании Восток Сервис. Спасибо, что были с нами на сайте, в группе ВКонтакте и в Телеграме. Обязательно увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok